В числе лучших по адвокатированию конкуренции в России, в региональном отделении управления Федеральной антимонопольной службы подвели итоги работы за 2020-й. Прошлый год стал юбилейным для российского антимонопольного законодательства, которому исполнилось 30 лет. Но несмотря на круглую дату и лидерские позиции, год был трудным, отмечает главный антимонопольщик региона Геннадий Спирчегов. Всему виной пандемии коронавируса. Были ограничения в нашей деятельности, они выражались двумя факторами. Первое, что у нас были запрещены распоряжение правительства Российской Федерации все проверочные мероприятия в отношении субъектов бизнеса. И эти проверочные мероприятия, эти проверки могли проводиться исключительно с разрешения органов прокуратуры. Второе ограничение связано с персоналом. Новой коронавирусной инфекцией переболели 30% специалистов и так небольшого коллектива Ульяновского управления. Сам штат сократился на 10%. По сравнению с прошлым годом на 25% выросли жалобы по госзакупкам. В два раза увеличился уровень нарушений со стороны органов местного самоуправления. Одно из самых популярных – передача недвижимости без торгов. Если в 2017 году органы местного самоуправления нарушили 12 раз, по нашим данным, антимонопольные законодательства, то в 2020 – 26. Федеральные органы власти вот опять здесь у нас стоят особняком. Ни одного нарушения не было. Рассказали ульяновские антимонопольщики о громких делах года ушедшего. Все они касаются недобросовестной конкуренции. В зоне внимания ФАС оказались один из резидентов портовой экономической зоны и крупная теплоснабжающая организация. С юристами управления суды чаще всего соглашаются. У ФАС Ульяновской области также в числе лидеров по выигранным делам в судах. У нас один из самых высоких показателей в Российской Федерации среди территориальных органов ФАС. По многим показателям это 100%. У нас победы в судах по некоторым 88-95%. Но это очень высокие показатели, я повторяюсь, если сравнить с другими территориальными органами. Как правило, наказание за нарушение антимонопольного законодательства – штраф от 1 до 15% годовой выручки. Ринат Альолова, Юрий Конихин. Новости Уллправды ТВ.